Продолжение следует... Мы проводим тренинги в центрах доступа к информационным и коммуникационным технологиям для населения, проживающего в районах, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Проблема с компьютерной неграмотностью в этих районах, для чего и созданы эти центры, стоит очень глубоко. И мы пытаемся избавиться от этой неграмотности, чтобы население побольше могло узнать о информации, о своих районах, о возможности использовать информационно-коммуникационные технологии в своей жизни. Вот, значит, мы видим сразу же, вот загрузилась эта страничка, да, так называемая домашняя страничка, и мы вверху видим, вот записан уже ее адрес. Там есть строка для ввода адреса, вот, и есть поисковая строка. Мы с моим мужем и пенсионеры уже, и дома имеем им компьютер. Уже какие-то навыки работы с компьютером я имею. Но, тем не менее, узнав такую информацию, я пришла сюда, чтобы пополнить свои знания, потому что интернет для нас – это уже как окно общения с миром, со своими близкими по скайпу, почтой, с родными, с близкими, а также различные сайты, одноклассники и контакты, с которыми мы можем общаться со своими друзьями. Поэтому, то, чем мы пополняем здесь, эти знания, они для нас очень полезны. Возможно создать свой электронный почтовый ящик. Что такое электронная область? Сохранить изображение как? Получается? Вот, чтобы потом распечатать, вот она у вас уже на компьютере, вот она эта картиночка. Вот она у вас уже есть на компьютере. И вам хочется сохранить эту информацию в том виде, в котором она есть. Я с радостью сприняла поведомление, что можно в помешкании Ветковской районной геотекции научиться просовать в интернете. Люди, которые живут в Ветковском районе, в соседнем Шишевском, Добруске, в районах, которые потерпели Чернобыльской аварии, вели мне не хватает информации об участном стане, об экологии, о новокольном соорудии. У нас есть великие проблемы с здоровьем в нашем районе. И вы говорите, информации не хватает. Восемь, максимум про сторонки интернета можно будет довериться. Мы разберемся мы с вами, когда уже начнем работать, вы уже поймете. Поэтому, в общем-то, видите, в пост в интернете, да, и здесь вы пишете. Ну, вообще, что происходит? Радиционная обстановка, мы с вами заговорились. В принципе, мы живем в таком месте, где информацию мы получаем в основном с телевидения. А той информации, какой бы конкретный хотел бы получить, вот конкретный человек, и конкретную информацию. Можно получить или из газет, но там общая, в принципе, информация, а в интернете она более расширенная. В городе Ветки нет таких центров, и, в принципе, даже в Белтелекоме у нас нет центра доступа к интернету. Ну, в силу наших финансовых возможностей тоже ни у кого, особенно у пенсионеров пока что еще редко есть свои компьютеры. Поэтому, как центр, информационный центр, это очень ценно, очень ценно. Это первое, я считаю, а второе, это то, что этот центр открыли в библиотеке. Так как возрождение библиотек, популяризация, как носителя источника информации интернеток, так и, давайте так, книжного источника материального, тоже, я думаю, возродится немножечко. Продолжение следует...